Всем привет! С вами Александр Риудский. И в предыдущий раз, в предыдущей статье, мы выяснили, что знание драматургии, то есть грамотного построения сюжета, очень сильно влияет на напряжение в вашем фильме. То есть на то, а будет ли зритель с постоянным и увеличивающимся интересом смотреть фильм. А вот что еще влияет на зрелищность фильма? То есть как можно улучшить фильм, скажем, независимо от того, хороший или не очень хороший у вас сценарий, или вообще плохой. А это можно сделать, ну, естественно, с помощью съемки и монтажа. А вернее, с помощью не просто съемки и монтажа, а грамотной и интересной съемки и монтажа. И далее я вам хочу дать три киношных приема для примера, которые вы можете применять в своих фильмах для увеличения их зрелищности. Первое. Внутрикадровый монтаж с одновременным движением камеры. Вообще, внутрикадровый монтаж – это монтаж без монтажа. То есть монтаж без склеек отдельных кадров. Когда у вас в кадре объект сам передвигается с одной крупности плана на другую, и тем самым как бы сам меняет крупность плана в кадре. То есть как бы сам производит монтаж. А вот если к этому еще добавить движение камеры, то получается следующее. Вот здесь мы видим одновременное движение объекта и камеры с изменением крупности. Сначала видим ноги, потом постепенно полностью человек во весь рост. Вот подобное увеличивает смотрибленность в ваших фильмах. Такой вот подобный прием. Второе. Монтаж разных пространств как единое целое. Это вот один из таких киношных трюков, я бы сказал, который часто применяется в кино. И, как правило, в тех случаях, когда нужно персонажа снять в разных местах, а выдать это так, будто это все снято в одном месте. То есть в едином пространстве. Вот, для примера, здесь героиня появляется в кадре, затем выходит на крупный план и что-то видит впереди себя. А вот в следующем кадре мы видим то, что как будто видит она. И вот эти два кадра снимались на самом деле в абсолютно разных местах, которые находятся приблизительно где-то в километре друг от друга. Но при этом зрительно создается ощущение единого пространства. И вот такое возможно, если в одном кадре герой присутствует на крупном плане, а в другом кадре мы просто показываем общий план без героя. Как будто выдаем при этом его точку зрения. То есть то, куда он смотрит. Вот его направление взгляда. И вот таким образом вы можете снимать разные объекты и приклеивать их друг к другу. Что может в итоге дать, как вы видите, довольно интересный результат. То есть такая как бы своего рода зрительная обманка. Но очень действенная. Третье. Острые углы съемок. Это вот когда камера расположена не точно перпендикулярно объекту, как практически мы видим это во всех сериалах и телефильмах, а под острым углом к нему. Что довольно редко применяется в разных фильмах. И что на самом деле создает дополнительную привлекательность и зрелищность кадру. И вот пример из того же фильма. Здесь вот героиня идет по пещере, разглядывая ее. А мы при этом со стороны камеры все это видим как бы снизу. И при этом создается дополнительное напряжение и вот некоторая такая таинственность. И вот в целом, если вы будете применять вот эти вот подобные приемы, о которых обычно на самом деле не пишут ни в каких книжках, и их на самом деле сложно понять, читая книги, а о них узнают уже непосредственно на практике в процессе съемок, то ваши фильмы станут более смотрибельными и привлекательными. И здесь еще раз я повторю эти приемы. Это первое, внутрикадровый монтаж с одновременным движением камеры. Второе, монтаж разных пространств как единое целое. И третье, это острые углы съемок. Вот все это вы можете применять в своей практике. А теперь немного поговорим о моих ошибках в этом же фильме, которых вы уже можете, соответственно, избежать. В начале фильма, который меня на самом деле больше всего смущает в отношении съемок и монтажа, вот там героиня несколько раз показана с одного и того же ракурса. То есть с одной и той же точки съемки. Вот здесь, еще здесь, тут, и вот тут опять, и вот здесь снова та же точка. А также вот несколько раз показано море. И тоже с одного ракурса. И вот когда несколько раз подряд показывается один и тот же объект с одного и того же ракурса, то в этот момент зрительно это становится не очень интересно и на самом деле как бы быстро утомляет. У меня изначально была не такая задача. То есть у меня не было задачи показать несколько раз одно и то же с одного ракурса. Я на самом деле хотел все это снять одним длинным таким сложным, но при этом интересным кадром, где героиня должна была все актерски обыграть так, чтобы было все понятно, что происходит. То есть как она поднимается, как приходит в себя, как ориентируется в пространстве вокруг, куда и в какой момент смотрит, и чтобы было понятно, что с ней произошло. И чтобы все это было при этом интересно, вот на это смотреть на нее. Однако Анне, которая это исполняла в качестве актрисы, не удалось справиться со всеми актерскими задачами, которые я хотел реализовать, так как она на самом деле не профессиональная актриса и не имеет к этому отношения, а просто участница процесса. И у меня на самом деле времени и желания особого не было, чтобы добиваться от нее всего вот этого, всех этих задач. Да и ей на самом деле больше в этот момент хотелось загорать и купаться, нежели делать дубль за дублем под палящим солнцем. А на самом деле в этом случае мне просто нужно было снять одно и то же начальное действие вот это вот с разных ракурсов. То есть взять и переставить камеру на другую точку и снять оттуда и еще с какой-нибудь точки дополнительной. Все абсолютно то же самое действие. Я же снял просто 2-3 дубля с одной точки в надежде, что хоть какой-то из них подойдет. И дальше уже продолжил снимать следующие кадры. А на монтаже увидел, что никакой дубль не проходит, не подходит. И в итоге пришлось кромсать, резать материал до того вида, что вы теперь видите. Поэтому если вы снимаете актера, а тем более непрофессионального, ему нужно сыграть какое-то сложное действие, особенно если оно психологическое, то снимите одно и то же действие с нескольких разных ракурсов и желательно с разными крупностями в кадре. И вот это впоследствии очень поможет вам на монтаже. Вы не будете сидеть и долго париться, как вам одно склеить с другим, и чтобы при этом было все зрелищно и смотрибельно. По этому принципу на самом деле снимаются все фильмы. И вот применяйте все это в своей практике и делайте ваши фильмы более зрелищными. О следующем посте я расскажу вам о некоторых режиссерских решениях и методах, которые выводят любой фильм на более качественный уровень и при этом я предложу вам некоторые комплексные решения для ваших фильмов. Поэтому следите за рассылкой и удачи вам и всего наилучшего в вашем визуальном творчестве. А с вами был Александр Риудский.